Всем привет! Я Виктор Смирнов, руководитель группы разработки в Positive Technologies и сегодня я хочу рассказать вам о разработке своих языков и грамматик на примере задачи, которую мы решали в прошлом году. Сначала про контекст задачи. Мы разрабатываем метапродукт MaxPatrolO2. У нас большое количество экспертных данных. В этих данных есть все необходимое для работы продукта и в том числе там есть модель объектов, с которыми работает наш продукт. Есть такая особенность, что эти экспертные данные разрабатываются отдельно от кода приложения и они не только достаточно большие, объемные и модель объектов тоже большая, сложная, но она еще и может меняться, причем достаточно внезапно и в отрыве от изменения кода приложений. Перед нами стояла задача предоставить механизм фильтрации или по-другому поиска каких-то подножеств объектов в общем множестве объектов. Нужно было дать пользователю возможность выделять какие-то важные для него подножества объектов и делать это на основании данных в полях самых объектов, но еще и использовать при необходимости дополнительные данные, которые отсутствуют в самих объектах. Это связано с тем, что у нас иногда не хватает полноты данных в объектах и нужны дополнительные какие-то данные из другой системы. Какие тут могут быть использованы подходы? Первым делом на ум приходит выбор фиксированных критериев. Также возможно использовать динамическую генерацию интерфейса для задания критериев. И тот подход, который мы выбрали, это написание своего языка запросов, которым потом будет пользоваться конечный пользователь для выделения подножеств. Задание фиксированных критериев это подход, когда еще на стадии проектирования выбирается какой-то набор полей и объектов, по которым предоставляется возможность поиска фильтрации. Плюс такого подхода, ну он самый простой в реализации. Заранее выбрали какие-то поля, написали код и все хорошо. Минусы же здесь это отсутствие гибкости. Если потребуется искать, фильтровать по какому-то еще полю, то нужно будет менять код приложения. Соответственно, лучше всего применять такой подход, когда модель данных стабильная, статичная, ну или меняется достаточно редко. Пример такого подхода это, например, работа с базой данных клиентов, где мы заранее можем сформулировать, что мы хотим искать по имени, фамилию, отчеству и возрасту, например. Но если нам потребуется искать, скажем, по ИНН, то нам придется менять код приложения, скорее всего. Следующий подход это создание такого генератора, который позволит сделать для пользователя гибкий, удобный, ну, rich UI на основании описания модели данных. Плюсы такого подхода, то, что это будет удобно для конечного пользователя. Можно навернуть любые удобства, любой UX. Минусы. Такой подход сложен в реализации, занимает достаточно большое время, как для разработки, так и для тестирования. И также, скорее всего, потребуются дополнительные сущности, скажем, схема для фронтенда, на основании которой он будет работать с какими-то разными превентивными типами данных, там, перечислениями и так далее. Также, скорее всего, появятся схемы валидации, скорее всего, и для фронта, и для бэка, они будут разные. Соответственно, применять такой подход лучше, когда есть необходимость сделать очень гибкий, удобный интерфейс, и есть ресурсы на это, как ресурсы по разработке, так и ресурсы по времени. Должен заметить, что мы этот подход тоже применяли на практике в одной из задач несколько лет назад, и результата мы добились, но это действительно было достаточно долго и сложно. И, наконец, тот подход, который мы выбрали для решения своей задачи, это написание своего языка. Плюсы здесь, язык запросов не зависит от модели данных, соответственно, при изменении модели не требуется изменения в коде. И также достаточно простой лаконичный интерфейс, фильтры задаются в виде текста. К тому же, этот интерфейс можно тоже сделать достаточно удобным, добавив туда подсветку синтаксис, автокомплит, например. Минусы такого подхода, во-первых, требуются компетенции в команде разработки, чтобы написать грамматику и дальше работать с ней. Ну и также пользователь должен изучить этот язык запросов и пользоваться им дальше в своей работе. Соответственно, применять такой подход стоит, когда у нас есть изменчивая модель данных, она часто и регулярно меняется. И когда мы ориентируемся не просто на человека из интернета, а на какого-то технического, например, специалиста, для которого не затруднит изучить какой-то язык. Также при выборе решения мы ориентировались на такие атрибуты качества, как модифицируемость, понятность и обучаемость. Модифицируемость нас интересовала с той точки зрения, что наша модель постоянно меняется, и нам надо, чтобы наше приложение с этим хорошо работало. Понятность. Нас интересовала с точки зрения понятности итогового решения для пользователя, чтобы оно не вызывало у него затруднений. Здесь тоже, раз мы ориентируемся на подкованного человека, администратора системы, он понимает, что такое языки программирования, языки запросов, и проблем у него не должно возникать. Похоже, атрибуты обучаемости – это про легкость в обучении, чтобы это не вызывало затруднений, скажем, у нас не было каких-то там курсов на полгода по изучению нашего языка. Поскольку наш язык получился похож на такую простую версию SQL-запросов, то тут тоже, в общем-то, мы достигаем требуемой цели. Для реализации мы решили воспользоваться уже готовым решением – AntLR. Расшифровывается как «Cannular Tool of Language Recognition» – это генератор нисходящих анализаторов для формальных языков. И если говорить по-простому, то на основании описания грамматики языка он может сделать за нас большое количество рутинной работы. Например, написать код лексера и парсера, которые будут обрабатывать входные данные и преобразовывать их в более удобный для работы формат. Из других возможностей и особенностей стоит отметить, что AntLR поддерживает 10 языков программирования в качестве целевых. То есть, если вы разработаете на любом из этих языков, то AntLR вам подходит. Также он является свободным ПО под лицензией БСД. Соответственно, его можно применять в своих проектах без проблем, в том числе и в коммерческих. Кроме прочего, AntLR уже давно существует, и для него есть удобный тулинг, в том числе плагины для сред разработки. Например, для Райдера есть плагин, который позволяет визуализировать входное какое-то выражение с помощью вашей грамматики в виде синтаксического дерева. Существует AntLR уже давно, технология проверенная и используется во многих известных продуктах. Например, Groovy, Jiton, Hibernate, Apache Cassandra, MySQL, WaroBench и многих других. Когда мы решали эту задачу и разрабатывали свой язык, мы обращались к литературе, статьям, документации, но на самом деле там зачастую были какие-то такие отрывочные данные, и мы так и не нашли какого-то гайда, как из самого начала, из самой идеи грамматики получить работающий результат, работающее приложение. Отсюда, по сути, родилась идея этого доклада, рассказать все прям по шагам, что и как нужно делать, и как все это связано и работает в итоге. Это я сейчас расскажу в этом разделе. Начнем с основных понятий. Во-первых, грамматика – это, по сути, описание нашего языка в виде набора правил для лексера и парсера. Лексер принимает на вход данные в виде строки и преобразует ее в набор токенов, которые передаются в парсер. Парсер же из этих токенов строит синтаксическое дерево. Это такое дерево, которое состоит из операторов и операндов. Например, самое простейшее выражение – A равно B можно представить как дерево из трех узлов, где в корне будет оператор равенства, а в дочерних узлах – операнды – A и B. Разработка любого языка должна начинаться с набора требований к этому языку. У нас были следующие требования. Нам нужно было указывать тип объектов для выделения в подножество. Нам надо было уметь сравнивать значения в полях объектов с константами, также сравнивать их с данными в наших дополнительных данных, и, соответственно, оперировать константами, задавать приоритет операции и поддерживать операторы для образования сложных фильтров с какой-то большой, возможно, вложенностью и большим количеством условий. Так, требования мы рассмотрели. Теперь как это записывается в виде грамматики. Первая конструкция, она такая служебная, она говорит, что пробелы, табуляции и переносы строк нас не интересуют, мы их игнорируем. Далее мы начинаем, по сути, преобразовывать вот эти наши входные данные в какие-то элементы для дальнейшего использования, в токены. Вот таким образом мы описываем набор токенов A, N, D, O, R как отдельные буквы латинского алфавита. Дальше из этих элементарных частиц мы можем составить два оператора AND, OR. Кроме того, нам потребуются буквы, цифры, числа, имена, которые также могут быть составными с точкой внутри имени, и также заведем токены для скобок. Кроме этого, нам понадобятся ключевые слова, которые будут у нас определяться спецсимволами. Каждое ключевое слово начинается со своего спецсимвола. И нам потребуются строки в одинарных и двойных кавычках. Далее нам потребуются операторы сравнения. Символ минус, число со знаком, и запишем булев оператор как AND или OR. Тоже нам впоследствии пригодится. Ключевые слова мы записали вот в таком виде. Они начинаются со спецсимвола, и дальше идет некоторое имя. Также небольшое описание константа, как строковая константа или целочисленная. И, наконец, самое интересное – это описание нашего входного фильтра. Это описание сложное, оно состоит из пяти вариантов. И пойдем сверху вниз. Первая строчка позволяет записать наш фильтр как сравнение какого-то поля объекта с константой. Вторая строчка позволяет сравнивать поля объектов с дополнительными данными. Через наше ключевое слово. Третья строчка описывает задание типа объектов, которые мы хотим выделить в подножество. И последние две строчки задают фильтр в рекурсивном виде, как фильтр в скобках, и два фильтра, объединенные булевым оператором. За счет того, что наш фильтр задан рекурсивно, за счет последних двух строчек описания, мы можем строить сложные вложенные конструкции наших условий. Прежде чем начать использовать наше выражение, нужно еще провести валидацию. Потому что у нас задается фильтр в виде текста, и тут могут быть ошибки, логические, и даже просто опечатки. С первым этапом проверки на корректность нам также помогает NTLR. Можно создать свой error listener, передать его в lexer, parser, и при передаче в lexer и parser на разбор какого-то входного текста инфраструктура нам соберет все ошибки, которые были найдены, и мы сможем, соответственно, оповестить пользователю, что что-то пошло не так. После этого этапа мы уверены, что у нас уже формально корректно записан наш фильтр, но этого недостаточно, потому что есть еще набор бизнес-правил, которые также надо проверить. У нас есть некая модель данных, там есть набор типов объектов, но пользователь про конкретную модель ничего не знает, тем более она может меняться, поэтому нам надо проверить, что указанный тип данных вообще существует в модели, а также проверить то, что указанные поля объектов есть в модели, что они есть именно у этого типа данных, и на самом деле там еще полтора десятка бизнес-правил, которые мы проверяем. Для таких проверок мы воспользуемся тем, что наше исходное выражение уже преобразовано в синтаксическое дерево. Поэтому мы можем написать свой валидатор, который использует Pattern Visitor, обойти это дерево и тоже проверить все, что мы хотим. Теперь посмотрим на примеры фильтров на том языке, который мы уже рассмотрели чуть ранее. Вот для задания любого подножества объектов у нас может быть использован один или два фильтра. Вот они на экране. Первый фильтр – это фильтр по полям объектов, где задается тип объекта. Он обязательный для выделения любого подножества по нашей бизнес-задаче. Второй фильтр по дополнительным данным он может присутствовать или отсутствовать. Если данных в самом объекте нам хватает, то второй фильтр не нужен. Далее. Посмотрим на элементы, из которых состоит каждый фильтр, и как они соответствуют тому, что мы описывали в нашей грамматике. Первым у нас идет ключевое слово для указания типа объекта. Оно у нас фиксированное. Начинается с символа собачка. И дальше слово type. Другое ключевое слово у нас начинается с символа dollar. Это указание того источника дополнительных данных, к которому мы хотим обратиться. Они могут быть разные, поэтому тут главное вот этот спецсимвол. далее операторы сравнения, которые мы описывали в грамматике, скобки, булевые операторы, and, or, константы. Все то, что мы описали в грамматике, все мы здесь видим. Вот это строки без кавычек, это обращение к полям объектов, с которыми мы хотим сравнивать что-либо. А в составном имени после спецсимвола через точку это поля в дополнительных данных. Там тоже табличная структура данных. У каждого источника данных может быть свой набор полей. Так, на сами фильтры мы посмотрели уже. Теперь как же мы будем использовать синтаксические деревья, которые мы из них построили. У нас все данные находятся в реализационной базе данных, поэтому мы решили преобразовать наше синтаксическое дерево SQL-запрос, выполнить его в базе и с помощью движка BD получить искомый результат, то есть тот набор объектов, который удовлетворяет всем критериям, заданным в фильтрах. посмотрим на вот эти наши два уже знакомые фильтра и результат, который мы из них получаем. Первая часть запроса, она одинаковая всегда у нас, потому что мы обращаемся к одной конкретной таблице и выбираем оттуда идентификатора объектов. Следующая часть, это секция V, она строится на основании первого запроса по типу объекта и его полям. Вот так у нас матчится часть запроса на часть SQL-запроса в секции V. И дальше идут типовые такие секции про сравнение полей с константами. Данные у нас лежат в базе в JSON-формате, поэтому мы можем обращаться туда к полям с помощью такого синтаксиса. База данных PostgreSQL. Второй фильтр, если он присутствует, преобразуется в секцию Join. И здесь из интересного вот эта вот строчка, где мы берем весь текст из фильтра после спецсимбола и используем его как такую дофильтрацию в таблице Additional Content. В этой таблице у нас все источники дополнительных данных хранятся. Ну, соответственно, так мы обращаемся к тому, к какому хотим. И дальше идут тоже похожие секции про сравнение полей объектов с дополнительными данными. Ну, также мы видим вот эту конструкцию с скобками для приоритета операций, которая состоит также из двух наших фильтров. Соответственно, выполнив такой запрос в базе данных, мы получаем вот именно тот результат, который мы хотели изначально получить, то есть список идентификаторов тех объектов, которые мы отфильтровали и выделили в подмножество. Ну, не обязательно, конечно же, преобразовать синтаксические деревья в скюльт-запросы, это просто одна из возможных реализаций, которую мы выбрали. Какие могут быть другие способы использования? Ну, например, если применяется подход event-сорсинг, то можно прямо на потоке событий, есть ли в них достаточной информации для нашего анализа, применять наши синтаксические деревья и выносить какое-то решение, относится ли наш объект к какому-то подножеству или нет. Ну, и также можно использовать несколько хранилищ данных, реализационные базы, нереализационные, в общем, все что угодно. Просто нужно будет преобразовать исходное вот это синтаксическое дерево в какой-то запрос к нужному хранилищу. Тут я хотел рассказать о результатах, которые мы получили по решению этой задачи. Первые два пункта это про этап разработки. Сложность разработки была выше, чем у типовых задач, но, в общем-то, никаких проблем у нас особо не возникло, кроме той проблемы с поиском какого-то наглядного гайда. то есть, это вполне доступно. Если вы никогда не писали своих языков, то, в общем, не нужно этого как-то опасаться, все вполне себе подъемно. По срокам разработки также у нас все было неплохо, мы уложились в установленные сроки, и вот эта новая для нас область разработки не вызвала никаких тут тоже проблем. последние два пункта это происпользование нашего решения уже в готовом продукте за год использования. Технических проблем у нас не обнаружено, благополучно все работает, фильтры создаются, парсатся и подножество выделяются. По впечатлениям пользователей также все неплохо, администраторы системы успешно задают эти фильтры, никаких от них нареканий не поступало. Ну, а также в конце немного советов тем, кто только начинает погружаться в эту область. Во-первых, стоит при разработке своих языков ориентироваться на уже существующие языки. Все-таки уже не один десяток лет пишут разные языки программирования и языки запросов. Здесь лучше пользоваться уже накопленным опытом и если хочется изобрести какой-то эзотерический язык, то, конечно, можно это сделать, но все же стоит подумать, потому что на white space задавать какие-то действительно нужные вещи так себе удовольствие. также стоит учитывать вашу целевую аудиторию. вы, например, знаете, что люди знакомы с SQL-языком и часто его используют или, наоборот, скажем, они глубоко погружены в функциональные языки и вам нужно сделать для них какое-то DSL, то стоит это дело учесть и не вызывать фрустрацию у конечного пользователя. и также всегда стоит думать о расширяемости, потому что требования будут меняться, без этого у нас никак, и стоит это закладывать изначально. На этом у меня все. Если вам понравился доклад, то можно проголосовать за него по QR-коду. Также я сейчас готов буду отвечать на вопросы заданные через бота. первый вопрос им рек ку какие есть вектора атак при использовании своего языка запросов? Вот тут я хорошо наверное не отвечу, потому что я не безопасник а разработчик. Поэтому спасибо за вопрос, но к сожалению не отвечу. Тут наверное имеет смысл учитывать тот фреймворк для которого вы используете тот целевой язык и посмотреть на его управляющую конструкцию. Как минимум такой вектор есть. Если у вас строки, вы передаете символы, которые являются интерпретируемый язык, как минимум этот вектор атак есть. Плюс от бэкэнда зависит. продолжение тот же самый слушатель AMREQ. Как вы обеспечиваете обратную совместимость своего языка при его расширении? На самом деле расширять его пока не приходилось. У нас такая задача, где базовые сценарии это все покрывают. Но при появлении такой задачи мы скорее всего начали писать миграции уже существующих фильтров на новую грамматику. Если бы это было невозможно, то соответственно уведомляли пользователей о том, что нужно доработать существующие фильтры и соответственно с новыми возможностями языка, если там что-то сломалось. Ну то есть это прозрачно для пользователей происходит. То есть какие-то дополнительные действия со стороны пользователей не нужны, они будут обеспечиваться. Правильно? Да. Следующий вопрос. Алексей Васильчук. Для каких задач используете разработанный язык запросов? По сути для выделения подножеств. То есть у нас есть большое количество объектов в системе, связанных с информационной безопасностью, соответственно, они описывают какие-то элементы в инфраструктуре клиента. И клиенту важно выделить какие-то подножества особо важных для него объектов, ну, скажем, связанные с какими-то продакшн-серверами. И вот с помощью именно этого языка мы позволяем клиенту описать то подножество инфраструктуры, которое его наиболее интересует. И дальше соответственно мы используем эти данные в своем продукте. Спасибо. Тот же слушатель Алексей Васильчук. Сколько по времени заняла разработка? Разработка вместе с тестированием заняла у нас, если мне память не изменяет, месяца два или два с половиной. Это прямо с нуля до результата. Следующий вопрос от слушателя L. Почему был выбран именно АНТЛР, а не, например, Флекс и Бизон? Про аналоги мы тоже в курсе, но у нас в компании, в других подразделениях уже была определенная экспертиза в АНТЛР, поэтому было к кому сходить, посоветоваться, если что. это была одна из главных причин, пожалуй. Спасибо. Так, ну, давайте я слушателей буду других тоже добавлять. Антон Золотухин. Зачем еще один язык запросов, если уже есть PDQL? PDQL много не бывает. Это внутренняя шутка такая. PDQL у нас уже сколько там, три или четыре, но вот это мини-PDQL у нас получился. Понятно, спасибо. Так, Тимур Черных, вот несколько вопросов. Первый, приходилось ли сталкиваться с проблемой неоднозначных грамматических конструкций? Если да, то как вы с ними боролись? Нет, не приходилось сталкиваться, но у нас не такая сложная грамматика получилась для решения этой задачи. Спасибо. кстати, если что, средства есть. Вторая часть вопроса. Ваш язык запросов очень похож на Lucent KQL смотрели ли вы уже готовые парсеры, которые можно было просто форкнуть и доработать? Нет, не смотрели. У нас был строгий набор требований, причем достаточно небольшой, и приносить какой-то другой продукт мы решили оверкилом для решения нашей задачи. Вот, кстати, следующий вопрос от другого слушателя про оверхед и оверкил Серега Шаман. Нет ли ощущения, что АНТЛР это некий оверхед? Не относится ли грамматика получившегося языка к LL1? Мы здесь, может быть, это и был оверкил, но мы также рассматривали возможности дальнейшего расширения и решили, что именно достаточно объемный, но поддерживающий более сложные грамматики нам пригодится в перспективе НТЛР. Спасибо. Следующий вопрос от слушателя Антон. Рассматривали граф QA для этой задачи? Нет, не рассматривали. Александр Слепнев. После внедрения нового языка и сбора статистики использования клиентами можно ли внести какие-то оптимизации фильтры по улучшению производительности? Был ли подобный опыт по итогам года? Оптимизировать производительность тут не приходилось пока, таких запросов еще не было. но если такой запрос появится, то будем с этим работать скорее всего уже после составления SQL-запроса еще какой-нибудь скажем визитор напишем, который будет ходить по этому запросу и смотреть, что можно оптимизировать. Понятно, спасибо. Так, следующий вопрос от Георгия. Реализовывали вы пайпы преобразования и уточнения данных? Еще раз, можно, пожалуйста? Реализовывали вы пайпы преобразования, ну, то есть цепочки преобразования и уточнения данных? Нет. Сейчас еще ответ так. Юрий По, вы рассматривали UI как дополнение языку DSL, чтобы строить запросы через формочку. есть запросы от пользователей на запросы через UI. Планируете ли так делать? Еще раз, пожалуйста, я не очень понял. Я думаю, здесь можно сократить, вы планируете прикрутить UI-ку какую-то, чтобы через нее писать все? UI у нас уже есть, просто он в виде строковых данных получает информацию от пользователя просто текстбокс, грубо говоря. Ну, то есть, что просили, то и сделали в UI, в общем-то, да? все так. Петр LR генерирует на выбор код лексера, парсера, всю вот эту инфраструктуру, там, на C++, C-Sharp, Dart и так далее по списку. Так, ну, я тут некоторые вопросы пропускал, потому что они были от тех же слушателей, я к ним вернусь. От Алексея Васильчук вопрос. Экранирование спецсимволов поддерживается? Нет. Поддерживается, ладно. Антон Золотухин. Почему выбрали в качестве оператора сравнения одинарный знак равно, а не двойной? Символов меньше. Окей. Кстати, мне уже напоминают вопросы некий Блиц такой, да? Интересный, наверняка человек тоже писал и выбрал другое что-то. Ну, это шуточная ответка, преимущества нет ни у того, ни у другого, ну, просто нам так захотелось. Окей, ну, тут возможно имелось в виду, что если есть какой-то опыт, что вот в каких-то там языках используется двойное, чтобы было привычно, наверное, из этого, из этих соображений вопрос. Следующий вопрос слушателя L. Если язык имеет SQL-like синтаксис и в конечном итоге получается SQL, можно ли было избежать построения AST дерева и прямо транслировать в SQL? Непосредственно наш язык изолирован от структуры данных, от структуры BD, поэтому мы не хотели давать как раз пользователю информацию об этой структуре, но и заставлять его писать прямо SQL-запросы. В принципе, может быть, это можно было как-то сделать, но то, о чем спрашивают, мы не видели в этом никакого смысла. У нас это изолированное применение. Работа с языком и работа с базой это разные этапы. Понятно, спасибо. Тимур Черных, почему именно АНТЛР обусловлено исключительно поддержкой .NET? Нет, не только. Я уже отвечал на похожий вопрос. У нас была компетенция в компании в соседних отделах, им было к кому обратиться в случае проблем. Спасибо. Антон, Росмат, прошу прощения, нет, сбился, прошу. Виктор Ковальчук, а есть какая-то дополнительная защита от SQL инъекций? Нет, мы ориентируемся на администратора системы, он не должен ее ломать по определению. И опять же, если кто-то добрался уже до самой системы и до ее интерфейса администрирования, то у нас уже и так все плохо. Может быть, как пожелание на будущее можно. Петр Сыромолотов, еще необходимое требование к языку это возможность создания код комплит. Видимо, имеется в виду, есть ли у вас код комплит. Код комплитшн? Да. У нас нет, но такая возможность присутствует, просто опять же, не было запроса на это. Петр Сыромолотов, нитро не рассматривали? Нет, не рассматривали. На самом деле, тут спрашивают про аналоги. Аналоги есть, аналоги неплохие. В зависимости от ваших требований можно рассматривать разные варианты и пользоваться тем, что вам больше подходит. Где-то антелар будет оверкилом. Это очень валидные замечания. Из-за всего этого великого множества я хотел еще добавить сверху вишенкой своей. Потому что мне кажется, когда есть история про написание чего-то своего, особенно вот такого, я когда смотрю интервью со всяческими людьми, которые Эрик Липман и так далее, из Майкрософта, вот эти все ребята, которые писали Дотнет, C-шарп, Акки, и многое другое, они часто говорят такое, что мужчина должен это, это, это и написать свой язык. То есть это полезно. А скажи, пожалуйста, у вас вот это было, то есть вот как задача интересная, это вообще валидно делать? Потому что бог с ним, вы же не делаете второй, не знаю, Project Torliens или Акку или что-то еще, да, для конкретной задачи. Но вот для внутреннего роста это же полезная задача? Да, я уверен, что это было для нас полезно, но мы расширили свои компетенции, попробовали новые подходы, всем рекомендую попробовать. Да, отлично. А теперь, Вань, а у тебя есть цифра вопросов, сколько вопросов пришло? Нет, к сожалению, нет, вот еще парочка пришла, можно еще задать. Алексей Артемов, если есть какие-то поля у объекта, информация, о которых пользователь не должен получать, как фильтруются эти данные? Нет таких полей, опять же, мы тут не защищаемся от нашего системного администратора, все, что есть в модели данных, он может использовать. Константин К. поддерживаются ли типы данных, отличные от фактического представления данных? Не совсем понятно, о чем речь. Хороший вопрос, но тоже вопрос хороший, но не очень понятный. Может быть, имеется в виду, что какие-то внутренние типы есть, то есть у вас в DSL есть какие-то типы, но по факту внутри что-то еще из них может, они как-то мапятся, могут. Для пользователя системы вот этот тип объект, это по сути строка, то есть это не int, guid и прочие другие системные типы, это типы нашей модели, то есть они имеют сложную структуру, у них много внутренних полей, задача была именно выделять вот эти вот наши доменные объекты, у которых есть тип в доменной модели. в доме